Мнения ишкаролинцев по актуальным вопросам застройки города будут услышаны. Очередные публичные слушания собрали немало неравнодушных людей. Ведь речь шла об изменении привычной среды сразу по 36 адресам. И не везде ситуация между местными жителями и застройщиками разрешается в спокойной обстановке. Пример длительного противостояния жителей и застройщиков кафе «Баку», расположенной на улице строителей прямо перед домом номер 46. Удивительный случай, построенное три года назад и давно функционирующее в качестве кафе, здание муниципальной власти решили обсудить в рамках общественных слушаний. Решить один из первых вопросов повестки слушаний быстро не получилось. Инициативная группа жителей, поднявшая проблему законности строительства кафе, задала разработчикам проекта ряд неудобных вопросов. Давайте начнем с того, что разрешающие документы были на объект торговли и здание магазина. Раз. Магазин, объект торговли и кафе, но это две разные кухни. Это два. Все. Позвольте. Теперь я хочу дать ответ. Нет, ответьте. Такое расстояние должно быть от живого дома до кафе. Я точно знаю, 50 метров. У нас стоит на расстоянии 8 метров. Лично моя квартира, все три окна, кирпичная седина. Проект размещения уже размещенного здания, вывешенный в вестибюле мэрии, почему-то обозначен как промтоварный магазин. В ходе слушаний жители не получили ответа на вопрос, означает ли это, что место кафе вскоре займет магазин промышленных товаров. Уникальная ситуация с разрешением на использование уже построенного объекта завершилась в пользу жителей. 39 человек высказались против легализации построенного в качестве промтоварного магазина кафе. 27 горожан воздержались от высказывания позиции. Двое были за признание, за кафе право на существование. Этот результат вскоре ляжет на стол мэра Ишкарлы в качестве рекомендации от горожан, интересы которых муниципалитет должен учитывать при принятии градостроительных решений. Но среди оставшихся 35 объектов, вынесенных на публичное слушание, выделялись проекты автомобильных парковок и стоянок. На улице Строителей в одном из новых микрорайонов города, Интеграл, вскоре появится многоярусная крытая парковка. Принятый большинством голосов проект встретил возражения со стороны рядовых участников публичных слушаний, не согласных с уменьшением проектного озеленения с 20 до 8%. В итоге обсуждения горожанами историчных градостроительных планов одобрены проекты трех автостоянок парковок, трех торговых центров в исторической части города, сразу несколько проектов реконструкции зданий и индивидуальных жилых домов.